Рад приветствовать на канале Коинпост. Казалось бы, что еще можно рассказать про Ripple, но на сайте Forbes вышла статья, в которой криптовалюту XRP открыто называют скамом. Поэтому мы решили еще раз вернуться к этой теме и привести доводы сторон о том, является ли криптовалюта XRP ценной бумагой компании Ripple, как у нее обстоят дела с децентрализацией и в чем вообще состоит хитрый план Ripple. Пора бы уже раз и навсегда поставить точку в этих вопросах. Так что давайте сделаем это вместе прямо сейчас. Подписывайся на канал и ставь лайк, а мы начинаем. По мнению автора разоблачительной статьи Forbes, в отношении Ripple применяется классическая схема pump и dump. Компания просто придумала и напечатала из воздуха свои деньги, которые сейчас называют XRP и теперь занимается манипуляциями ради искусственной накачки их стоимости. Официально все выглядит так, будто ценность XRP растет по мере ее принятия банками и платежными системами. Но на самом деле компании, перечисленные на сайте Ripple в разделе партнеры, не являются их клиентами. Они сотрудничают с Ripple. Кто-то даже использует их платежную сеть RippleNet, которая прекрасно работает без токенов XRP. А что касается самого XRP, то первая транзакция с ее использованием через XRapid была проведена только на прошлой неделе, о чем мы рассказывали в итоговом выпуске новостей. И это при том, что сам сервис XRapid был официально запущен еще осенью прошлого года. То есть одна транзакция за почти 5 месяцев. Вы серьезно? Кроме того, Ripple не только спекулирует на подмене понятий партнеры и клиенты. По мнению автора статьи, они платят всем этим компаниям за то, чтобы они продвигали их продукт. А деньги на это берут из продажи токенов XRP. То есть они платят за то, чтобы цена криптовалюты XRP росла, а полученный с этого профит, вкладывают в новую накачку курса. Но когда придет время, они сделают дамп и заработают на разнице. Запасов монет XRP на счетах Ripple достаточно, чтобы в любой момент устроить распродажу. Вопрос, контролирует ли компания Ripple сеть криптовалюты XRP или нет, является одним из часто задаваемых. И поэтому в компании дали на него официальный ответ. Так сказать, расставили все точки над И. Согласно заявлению Ripple, сеть XRP является полностью децентрализованной. Потому что если в один момент отключить все узлы валидаторы компании Ripple, то сеть продолжит работать в нормальном режиме. Это стало возможным за счет того, что еще в начале прошлого года в сети XRP работало свыше 57 независимых валидаторов, которые прошли аттестацию. И чем больше сторонних валидаторов добавляется в сеть, тем меньше узлов контролируется самим Ripple. Казалось бы, понятный и исчерпывающий ответ. Все хейтеры могут нервно покурить в сторонке и потом расходиться. Но постойте, что значит аттестованные валидаторы? А кто проводит эту аттестацию? Компания Ripple? То есть, чтобы стать валидатором и подтверждать транзакции XRP, нужно сначала пройти аттестацию у Ripple. Так что на самом деле их независимость находится под большим вопросом. Ведь окончательно разрешение на работу им выдает Ripple. И второй важный момент. Именно компания Ripple разрабатывает программное обеспечение для сети XRP Ledger. И если кто-то из так называемых независимых валидаторов вовремя не перейдет на новую версию протокола, то его просто выкинут из сети. Как видите, формально сеть XRP Ledger можно назвать децентрализованной. Потому что у нее нет единого центра, который можно отключить и парализовать работу всей сети. Но на самом деле существует компания Ripple, которая указывает, кто и по каким правилам может пользоваться этой сетью. А это самая настоящая централизация. Криптовалюту XRP долгое время не добавляли на Coinbase. И многие думали, что причина в том, что ее могут признать ценной бумагой. А это значит необходимость отчитываться перед регуляторами, и Coinbase такой геморрой и даром не нужен. Но деньги многое решают. И если верить слухам, то криптобиржа пошла на сознательное нарушение собственных правил листинга. И получила за это порядка 300 миллионов в криптовалюте XRP. Но не будем о слухах, а поговорим о том, как сама компания Ripple отвечает на обвинение в выпуске незарегистрированных ценных бумаг. Они заявляют, что покупая XRP, вы не приобретаете долю в компании Ripple. При этом сама криптовалюта является проектом с открытым исходным кодом. Она не создавалась непосредственно Ripple. А то, что сама криптовалюта оказалась на счетах Ripple и ее руководства, так это потому, что им ее подарили. Разработчики XRP были добрыми парнями, взяли и подарили им всю криптовалюту. А что? Ну не себе же ее оставлять в самом-то деле. А чтобы ни у кого не возникало глупых мыслей о том, что XRP это акции компании Ripple, собственно и был придуман бренд XRP. Потому что до того, как компании начали открыто предъявлять выпуск незарегистрированных ценных бумаг и даже подавать за это иски в суд, они спокойно называли свою криптовалюту Ripple. А вот когда запахло жареным, тогда резко придумали новое название. Но последнее слово будет за комиссией по ценным бумагам и биржам, как регулятора рынка акций США. Надо отметить, что незарегистрированной ценной бумагой признается любой актив, который покупается с целью получения дохода за счет увеличения его стоимости. И при этом изменение цены актива напрямую связывается с конкретной компанией. Вы ведь не покупаете XRP для совершения платежей? Нет, все ждут иксов. И эти самые иксы и золотые горы связаны с конкретными действиями Ripple. И уже есть масса прецедентов, когда регуляторы США закрывали ICO-проекты по причине признания их токенов незарегистрированными ценными бумагами. Ripple успели выйти на рынок до этих правил, но это не значит, что завтра комиссия по ценным бумагам и биржам не решит взяться из-за них. Но иски в судах никто не отменял. Решения по ним пока что нет. Вы ходите по тонкому льду, друзья мои. И когда лед треснет, то под ним вас буду ждать я. А теперь валите отсюда, ***. О том, что у Ripple серьезные проблемы с децентрализацией и претензии насчет незарегистрированных ценных бумаг было известно и раньше. А вот обвинение в искусственной накрутке курса по схеме Pump и Dump это что-то новое и весьма опасное, потому что по такой логике рано или поздно Ripple решат сорвать куш, а значит всем инвесторам этого актива стоит пристально за ним следить, чтобы не пропустить точку выхода с рынка. Конечно, это не более чем предположение, но если Ripple решит зашортить XRP, то будет очень и очень больно. Напиши в комментариях, насколько реальной тебе кажется распродажа XRP компании Ripple. И если ты в это веришь, то когда они попробуют реализовать данный сценарий? И еще хотим рассказать тебе про наш новый челлендж, а именно цель в 100 тысяч подписчиков до конца года. И именно твоя подписка и лайк под этим видео сделают нас на шаг ближе к достижению этой цели. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах CoinPost. Подписывайся и просвещайся.